Здравствуйте, туристы и милитаристы! Попробую сегодня нарезку делать таким прямо крупным планом, потому что нож у нас птичка-невеличка. Это тот самый нож, у которого еще нет имени. И мне очень понравилось то, что как только появился анонс ножа, в котором предложили дать ему имя, я обозначил условия конкурса, так много людей откликнулось. И это было очень интересно и местами очень-очень весело читать предлагаемые эти названия. У меня на самом деле появились несколько фаворитов. Я, конечно, об этом говорить не буду, потому что принимать решение по названию этого ножа буду не я. Ну, и с учетом того, что я как бы вовлечен в процесс, я своих каких-то названий не предлагаю. От меня никаких названий не поступает. Но некоторые были просто замечательные. Так вот, в группе «Кавказская легенда» ВКонтакте опубликовали ТТХ этого ножа. Полная длина 170 миллиметров, длина клинка 85 миллиметров, толщина 4 миллиметра, а не 5, как я замерил. Спуски вогнутые, сталь АУС-8, конструкция фултанк, накладки Микарта. И ножны пока что из натуральной кожи. Конечно же, я надеюсь, что «Кавказская легенда» почитает все эти комментарии, потому что там очень много было пожеланий именно по ножну. Я его буду звать, я не знаю даже, как его звать, пока у него нет имени. То есть, это у нас полноценный кухонный тест. И когда этот нож получит свое имя, я, конечно, изменю название, и он у нас будет назван именно официальный кухонный монолог. А пока мы просто им поработаем. И сразу скажу, сегодняшняя как бы тема кухонного монолога, она будет... Да никакая. То есть, тема, по большому счету, городской фиксит через призму вот этого ножа. Я видел, как многие, именно опять же, ребята сказали, что, ну, 5 миллиметров много. Я согласен. То есть, когда обозначилось, что все-таки 4 миллиметра, сразу всем стало легче. Я могу сказать, друзья мои, что если этот нож сегодня хорошо себя покажет на кухне, то это уже первый шаг к тому, чтобы стать успешным проектом. Почему? Потому что мое мнение такое. Приготовление пищи, нарезка продуктов ножом, это один из, скажем, процессов, который должен делать любой нож. У вас может быть какой угодно тактик, какой угодно там, я не знаю, что угодно с ним может быть. Видите, конечно, за счет такого мощнейшего обуха и небольшого размера. Картофель он практически раскалывает, но при этом почистил картофель, ну, очень хорошо. Просто мега душевно. И получается, вот, ну, лично, на мой взгляд, если нож справляется хорошо или, в принципе, справляется с нарезкой продуктов, то это первый шаг к тому, чтобы, скажем, вообще получить хоть какое-то признание, какое-то право на жизнь. Потому что нож, который не в состоянии нормально... Ну, я не говорю про чистку картофеля, потому что чистка картофеля все-таки такой очень специфический процесс. Здесь далеко не каждый нож способен вот так хорошо, как я сейчас это делаю. Чистить. Картофель на самом деле чистит, посмотрите, замечательно. Первый шаг малыш сделал удачный. В принципе, поймите мои чувства, этим ножом никто еще не работал на кухне. Я первый. Такой буквально пионер-первопроходец. Кубики нарезаются с таким отчетливым хрустом. То есть это может быть какой угодно тактический нож там, какие угодно у него могут стоять задачи, как угодно он может там называться. Какие-то специальные на нем могут быть функции. Но любой нож должен нормально сносно порезать огурчик, порезать помидорчик и какие-то вот такие вот делать вещи. А иначе зачем он нужен? И перехожу. Сразу говорю, не ругайтесь за то, что конкретно на этой картофелине у меня такой, такая толстая кожура. Это я делаю специально, потому что картошка уже стала немножко зеленеть. И я хочу срезать именно этот зеленый слой, потому что просто выбросить ее, но у меня рука не поднимается. Это одно из моих самых-самых нелюбимых занятий по жизни. Это выбрасывать продукты. Я терпеть не могу, когда люди бросают продукты, особенно хлеб. Если при мне бросают хлеб вот так вот, ну небрежно, это прям вот как бы это не звучало там, поверьте, это не пафос, это моя жизненная позиция. Я реально готов очень сильно конфликтовать с этим человеком, вплоть до каких-то решительных мер. И я также не люблю выбрасывать продукты. Поэтому я эту картофельную сейчас порезал, вернее, почистил в сантиметр толщиной, чтобы снять вот этот вот довольно вредный зеленый слой, который появился у нас от того, что эта картошка полежала немного на, скажем, освещенном месте. Ну и так получилось. Бывает. Чистит очень бодро, посмотрите, и очень удобно. Получается, что у меня указательный палец встает вот в этот вот, вот в эту вот ложбину, в этот прогиб обуха. И получается, несмотря на эту мощнейшую толщину обуха, посмотрите как быстро и четко все чистится. Так вот, я лично скажу за себя так. И, конечно же, я прошу вас очень комментировать и прошу именно вот высказаться по нескольким пунктам. Первое. В городе все-таки фолдер или фиксит. То есть, ну, для городского ношения. Вы предпочтете фолдер и предпочитаете в жизни или фиксит. Второе. Я за себя скажу, что фиксиды я изредка в городе выгуливаю. Но в городе я предпочитаю, конечно же, фолдеры. Ну, потому что я лично считаю, что это удобнее. Там получается элементарно длина вдвое короче. Если вы предпочитаете... Такой идет коридор у нас. Если вы предпочитаете фолдер. Какой вы все-таки берете фолдер? С запасом прочности, с намеком на какую-то тактичность или чистый резак? И почему? Я вам скажу так, что с учетом того, вот за себя сразу скажу, отвечая на свой вопрос. Великолепно. Просто шикарно. Вы видели. Быстро, четко, своевременно. Очень грамотно порезал картофель. Лук. Ну, такое ощущение, что я мини-топором разрубил луковицу. И опять же, как я говорил на обзоре, вот я ставлю в этот прогиб указательный палец. И это удобно. Но я могу признать сразу, что луковица нарезается достаточно крупно. То есть идет такая грубая нарезка лука. И плюс здесь уже немного не хватает полностью вот длины клина. для того, чтобы как-то вот контролировано ровно нарезать. Но сами по себе кубики достаточно аккуратные получились. То есть и просьба отвечать искренне. То есть большинство людей, которые любят ножи, они могут немножко схитрить именно, ну, чтобы не выглядеть, скажем, какими-то параноиками или психопатами в глазах сообщества. И они могут сказать, нет, я только резак, нафига мне тактик, это все типа туда-сюда. Я рискну выглядеть в ваших глазах там параноиком, психопатом и прочее и прочее. Я могу сказать, что я, конечно, больше милитарист в душе. Любой фолдер... Да, у меня есть спайдерка милитарь, у меня есть какие-то фолдеры, которые именно, скажем, заточенный нарез. И это не мои постоянные фолдеры. То есть я их выгуливаю, опять же. А в основном я все-таки люблю складные ножи с каким-то уходом в тактичность, с каким-то намеком в тактичность. То есть даже не буду сейчас говорить про ХТ от Мистер Блейд или про блок от Кизляра или про какие-то ножи. Почему? Потому что все-таки вот я уже для себя решил. Для меня нож номер один в городе это Рекон Ван. Почему? Триадлок. Вот, опять же, может быть и не нужен этот вот мегазапас прочности замка, но хочется, чтобы он был. Я понимаю, какой бы толщины ни был лайнер в лайнер-локе, это всего лишь лайнер-лок. Это всего лишь момент, скажем так, применения силы на излом. Триадлок это практически фиксит становится. Но при этом вы его носите как складной нож. Но посмотрите, какой у нас томат. Специально выбирал сегодня такой, чтобы ножу было крайне тяжело делать свою работу, чтобы томат был просто размером больше, чем нож. То есть, для меня в городе, если я беру... Сейчас, секунду, я прервусь. Посмотрите, как у меня идет. За счет того, что очень-очень... Ну, как сказать, для такой манипуляции, для такого вот конкретно томата очень короткий клин, я режу практически вертикально. И у меня это получается. Безусловно, непрозрачные, не идеально ровные дольки. Я врать не буду. То есть, они как бы не такие, как вот здесь бывали на тестах, такие, что прям идеально ровненькая, идеально прозрачная, тонкая. Нет. Но на нормальный мужской салат более чем. Конечно, если вы этим салатом будете угощать свою любимую женщину или любую другую женщину, скажем, не то, что нелюбимую, а там коллегу или прочее, любая женщина обратит внимание на то, что дольки, они, конечно же, такие неровные и идут, ну, такая вот, как бы, ну, посмотрите, просто продемонстрирую. Вот, типично. Все это почему? Почему? Потому что, конечно же, это не кухонник, это не нарезальщик. И плюс с таким коротеньким клином, я считаю, что это замечательный результат. Почему? Потому что сама нарезка происходит без каких-либо усилий. Нож очень хорошо, не проскальзывая на кожице, работает. Почему я люблю фолдеры с какой-то, вот, с каким-то запасом прочности, так, скажем, ну, назовем это именно тактические? Я даже не могу ответить. Это, наверное, называется на всякий случай. Вот эта помидорка у меня уже слегка тоже застыла, поэтому я ее брошу к картофелю. Видите, поменьше помидор, уже гораздо легче, уже гораздо веселее. И на самом деле режет замечательно. Может быть, не хватает, конечно, длины для аккуратной нарезки. Дальше. Вот с этим мы разобрались, и я вас, опять же, прошу ответить. Если фолдер, то резак или тактик. Я считаю, что любой тактик с какими-то лично мне необходимыми резательными манипуляциями в городе, любой тактик справится. То есть я не режу так много, это не связано с моей жизнедеятельностью, это не связано с моей работой, это никак не связано с моей профессией, с какими-то моими делами, хобби. То есть мне достаточно той нарезки, того количества каких-то перерезаний, разрезаний, вскрываний, взрезаний, которые мне может дать любой тактический нож. В то же время, далеко не каждый резак даст мне тот запас прочности, который я хочу на всякий случай. Ну, ничего не могу с собой поделать. Это, наверное, да, действительно, какая-то такая милитаристская паранойя. Огурцы просто летят. Сказочно. Небольшой крепкий малыш очень достойно себя ведет на кухне. Причем я скажу, обычно, вы знаете, ребят, если нож хорошо заточен, вы же знаете, те, кто постоянно смотрит мои кухонные монологи, у меня получается так, что спотыкаются чаще всего на картофеле и показывает шикарнейший рез томата, если именно заточен хорошо. Если заточен хреново, то томат и паприка маринованная это сразу же определяют, моментом это все видно. А здесь я ему по-любому даю скидку на нарезку томата, потому что он коротыш такой, но при этом картофелем чистить одно удовольствие. При 4 мм на обухе я вам могу сказать так, вот за себя могу сказать, я таким ножом почищу ведро картофеля, у меня рука вообще не устанет. Вообще не устанет. За счет того, что именно небольшая рукоять, за счет вот этого вот провала в обухе, взял и погнал, как картофель и чисткой. Просто супер. Огурец порезал зачетно. Дальше переходим к городскому фиксиду. Я повторю, я в городе фиксиды выгуливаю только именно выгуливаю. То есть это не на каждый у меня день процесс. И ну как-то вот так сложилось. То есть мне иногда, особенно если я беру тестовые ножи, какие-то небольшие, как я называю их сам, городские универсалы, которые способны сделать там какую-то работу в лесу, то эти ножи я именно ношу в городе, просто вот чтобы понять, удобно, неудобно, хорошо, нехорошо, видно из-под одежды, не видно. Обеспечивается ли какое-то скрытое ношение или нет? Просто супер. Посмотрите, комментарии излишни. Идет именно нарезка. Никакого проскальзывания по кожице маринованной паприки. Совершенно четкий, хороший рез. Сталь Аус-8, толстенный клин, короткий клин, заточено, просто суперски. Молодцы, молодцы. Другого ничего, другого и слова не скажешь, никакого не найдешь. Ну что, сейчас будет весело. Как наш удалец, малец справится с 1,7 курицей. Курицей. Курица. Я извиняюсь, если предыдущий, вот сейчас как бы произошел прерыв какой-то в моих словах. Почему? Потому что я снимаю свои видео на фотоаппарат Nikon D3200. И там стоит функция ограничения по времени видеоролика 20 минут. У меня такое сейчас ощущение сложилось, что я пока нарезал овощи. Я немножко переболтал и даже не знаю в каком месте, потому что сейчас отматывать это большая потеря времени. Одним словом, я резюмирую. Овощи замечательно. Картошка просто бесподобна. Помидоры терпимо. Лук терпимо. Огурцы хорошо. Паприка просто суперская. Вот так вот. И теперь посмотрим, что этот малыш скажет синей птице. 1 килограмм 700 грамм. Довольно немаленький цыпленочек. Посмотрим, что у нас получится из этого. И вот если в городе складные ножи – это или резак, или, скажем, тактик, то фиксит, в моем понимании, это по-любому тактик. Это по-любому какой-то запас прочности. То есть, в любом случае, мы же понимаем, что, скорее всего, в городе можно, конечно, носить и 30-сантиметровый нож. Но лично я считаю, что разумно брать городской нож именно с фиксированным клинком до 10 сантиметров клин. Включительно. Но если меньше, то лучше. То есть, если, например, клиночек вот такой вот небольшой, и нож выполняет тот же круг задач, что и нож с 10-сантиметровым клином, то проще носить этот. Почему? Потому что его легче на себе спрятать. Он сам по себе легче. Его удобнее носить. Вот с курицей я не могу сказать, что какие-то у нас пошли проблемы. Он режет бодро. Но здесь, конечно, именно для разделки курицы немного не хватает нам длины клина. То есть, я нарезаю сейчас курицу небольшими совсем кусочками такими. И чуть-чуть, конечно, длины клина не хватает. Видите, приходится прям выбирать. С другой стороны, я сам возражу. Мне кажется, что нарезка таким ножом курицы, это, скорее всего, все-таки именно тестовый вариант. Потому что, ну, может случиться так, так что вам придется даже и таким малышом нарезать курицу там или нарезать свинину на шашлык. Кстати, свинину, я уверен, гораздо проще на шашлык нарезать, чем курицу вот так разделать таким ножом. Там вообще не будет проблем. Главное, чтобы заточен был хорошо. Положил кусок и хрясь, хрясь, хрясь. Все в порядке. И получается, я извиняюсь за то, что постоянно перескакиваю с пятой на десятой, но я уверен, что мои постоянные зрители, подписчиков уже целых 2200. Спасибо вам, ребята. Это признание. Это как бы для меня показатель. С учетом того, что каналу у нас в следующем месяце исполнится год. У меня так совпало, что в следующем месяце каналу исполняется год. И у меня там тоже будет небольшая дата. Я думаю, что я сниму какое-то там полупраздничное видео. И вот подписчиков 2200, а зрителей я смотрел по YouTube Analytics. По-моему, у меня без подписки всего 20% просмотров. То есть, в среднем, из 10 человек, которые смотрят мои видео, только двое смотрят по подписке. И я благодарен и тем, и другим. Я очень сильно благодарен подписчикам, потому что для меня это действительно показатель. Я вам честно скажу. Это какой-то момент даже не лояльности, не того, что, знаете, как обычно люди говорят, ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте лайки, если нравится. Подписывайтесь, если хотите. То есть, мне очень нравится тот момент, что 2200 человек хотят получать обновления, хотят смотреть новые серии канала, когда они приходят. Ну, у нас, так вы знаете, получается, что практически каждый день на канале Архадыр что-нибудь эдакое остренькое появляется. Проверю, запись-то идет. А то стою тут, разливаюсь. Хорошо режет. То есть, безусловно, этот нож не для нарезки курицы, но вы видите, что довольно процесс идет быстро, ловко, и действительно нож заточен замечательно. И в десятый раз возвращаюсь к теме кухонного монолога. Фиксит для города по-любому должен иметь запас прочности. И запас прочности выражается в первую очередь, конечно же, в толщине обуха. То есть, я считаю так, для города фиксит с обухом в 2,5, например, миллиметра несерьезно. Это просто резачок, как раз таки для похода, для кухни. Самый простой пример. Корсар. Кизляр Суприм. Отличный резак, но он, это не городской фиксит. Он, во-первых, и покрупнее, конечно, и плюс немножко не то. Почему? Потому что мне кажется, что если человек в городе носит фиксит, он по-любому дает подсознательно какую-то ножу изначальную задачу выдерживать нагрузки. То есть, привожу пример. Нож у меня в руках. 4 миллиметра по обуху. Для того, чтобы нарезать что-то, даже вот ту же самую курицу, или еще что-то, достаточно 2 миллиметров. Достаточно его сделать тоньше в 2 раза. И он будет резать, и я вас уверяю, он будет резать даже успешнее, чем сейчас. Но, если вы такой вот продуман городских джунглей, если вы даже дело тут не в какой-то активности, не в каком-то готовности к каким-то там активным именно действиям, нет, а просто человек, который на всякий случай, знаете, это человек, который, когда идет в поход, он берет не один коробок спичек, а два, и огниво на всякий случай. Правильно делает, потому что потом все говорят, блин, эти намокли, эти мы просто где-то потеряли, что бы мы без тебя, Вася, делали. Вася про себя думает, что вы бы наверняка наконец-то, Вася про себя думает, вы бы наверняка зажигали костер от солнца, или ели бы пойманную рыбу сырой. И также человек, который в городе носит нож с фиксированным клинком, я не говорю, что он там готовится к зомби-апокалипсису, или что он каждый раз готов разбивать там лобовые стекла при какой-то аварии и прочей. Ну, согласитесь, далеко не каждая авария требует от нас разбивания стекол. Даже если вы свидетель аварии, это, скорее всего, просто бампер в бампер, бум, или кто-то кого-то поцарапал, тресь, все. То есть, так, чтобы там человека нужно было вытаскивать, резать ремень безопасности, выбивать стекло. Ну, слава Богу, не так часто мы являемся свидетелями таких вот вещей. Ну, вот что-то в нас заложено, ребята, что-то, по крайней мере, я за себя могу сказать, что-то вот такое вот, вот, если уж брать, то так, чтобы вот он резал, видите, он режет замечательно, он отлично справляется со своей функцией ножа, как именно функция номер один ножа, резать. Маленькое отступление, тут один товарищ мне написал в комментариях, ну, я реально удивился, я говорил про нож финский от Кизляр, на тему того, что там порезать, что-нибудь вскрыть, там, поковырять, и он мне написал так очень солидно, мне понравилось, что, что значит скрыть, поковырять, порезать, ну, ножи маны улыбаются от этого, дай-ка своему ножу нормальную работу, но я и совершенно, так как это было написано вежливо, немножко так высокомерно, но вежливо, я ему очень прилично и вежливо ответил, что на самом деле для меня резать, это как бы вот она, работа ножа и есть в основном, но, видите, я сам гуляю этими тропами сознания, это не просто инструмент, который только что замечательно порезал курицу, а перед этим замечательно порезал овощи, это реально железный штырь, которым вы при необходимости можете крышку лука поднять, дверь отжать, там, я не знаю, какие еще, ну, предлагайте, ребят, какие еще задачи, вот такие вот повседневные, которые действительно, ну, вы же не будете носить с собой нож, плюс какой-то железный костыль на всякий случай, плюс там еще что-то, еще что-то, то есть, это действительно, ну, кусок металла толстый, из мягкой стали, что довольно неплохо, именно в случае каких-то вот нагрузок, там, на изгиб, на какое-то вскрытие, ковыряние, замечательно, я даже больше вам скажу, несмотря на то, что у него такая короткая рукоять, и здесь как такового стеклобоя, ну, это, согласитесь, это очень стрёмно, бить в эту сторону, потому что слишком близко к руке можно пораниться, так, посмотрите на этот кончик, бейте прям этим самым кончиком клина в стекло, я уверен, что разобьётся, единственное, конечно, перед этим убедитесь, что вы бьёте не в сторону головы потерпевшего, а то будет смешно, в аварии выжил, а от рук спасателя потерял глаз, например. Вот такая тема, дорогие мои туристы, милитаристы, извиняюсь, что, как всегда, изъяснялся сумбурно, непонятно, но я уверен, что те, кто именно в теме, те поняли, что я хотел донести, те поняли, что я хотел сказать, ножик просто супер, я своим личным для себя вердиктом могу сказать, что этот нож выдержал первое такое вот именно испытание, и он имеет право на какую-то жизнь, как именно, как новинка, как новый проект, потому что основную свою задачу ножа он выполнил с честью, всё порезал, всё просто супер. Сразу говорю, название к этому ножу под этим видео не надо писать, пишите на тему фолдер фиксит в городе тактик, резак и прочее, прочее. Название к этому ножу мы предлагаем в группе Кавказская легенда ВКонтакте или в группе Архадыр ВКонтакте. Голосование по названию этого ножа будет происходить в группе Кавказская легенда ВКонтакте. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся с ним ещё не раз. Кавказская легенда ВКонтакте.